Прошедшие два воскресенья мы с вами проходили тему по 27 и 28 главе Дианистых Апостолов. Это буря. Тема «Там, где Дух Господен, там есть слава в буре». Те, кто проходит. И у меня есть стих, который посвящен этой теме. Написал ее Николай Петрович Храпов. Может, кто-то из вас не знает этого автора. Николай Петрович Храпов является автором книги «Счастье потерянной жизни». Кто-то из вас не читал эту книгу, советую прочитать «Счастье потерянной жизни». Этот человек в тюрьмах и лагерях провел более 27 лет своей жизни сознательной. И умер он на нарах, как свидетель верный Божий, вот уже в 80-х годах в лагере Мангышлак. Вот его тело покойного Николая Петровича привезли в Ташкент, откуда он родом. На похоронах присутствовал очень много людей. Его жизнь была действительно наполнена очень многими бурями. Но интересно, что в бурях, вы знаете, помните, наверное, в «Буревестник», да? Ну, он мятежный и ищет бури, да? Как будто в бурях есть поко. Удивительно, что среди этих всех бурь Николай Петрович находил огромное утешение в Боге. Кровенно говоря, я знаю, что люди страдают очень много, но то, через что он прошел в своей жизни, редко-редко-редко. Кому придется из здесь присутствующих подобное, возможно, пройти. Итак, стихотворение, которое он написал, называется оно «Буря». А потом мы с вами вместе откроем текст Песченного Писания и продолжим. Буря лохмотьями сизыми дробится, Мокрую пылью в лицо отдает, Воет, литует и яростью злобится, Грудью оскалой высокий бьет. Мглой беспросветную Небо лазурное Ты закрывала не раз предо мной, И под ногами громады ажурные Стелишь коварно Могучей рукой. Знаю тебя я Волною холодную Многих в пучину с собой унесла, Многих лютуя В утробу голодную. Знатных, Великих И сильных Свела. Я не герой И не стану хвалиться, Но под ногами моими скала, Не перестану с тобою я биться, Как бы ты зла И грозна не была. Если и дрогну я сердцем порою Непобедим подо мною утес, Силен он бурю Любую к покою Властно призвать Его имя Христос. С этим утесом В одном монолите Слит я, Не страшен Седой океан, А над собою В бирюзовом Зените Вижу я чудный Святой Ханаан. Да, я устал От всего пережитого, Стой же, Уймись, Хоть на долю минут Мне бы забыться, До сердца Разбитого раны Забыть мне Тебя Не дают Ты нанесла их Своими транами Силясь меня Навсегда погубить Но не иначе Как этими ранами Смог я подобным Распятому Быть. Буря Но не иначе Как этими ранами Смог я подобным Распятому Быть. Оказывается, Через бурю Проходят не только люди, Но проходил сам Бог, Когда был на этой земле В лице Христа, Не так ли? И чтобы подобить нас Себе Или трансформировать нас В образ свой Он говорит, Дитя мое, Тебе нужно идти через бурю. Двадцать Восемая глава Книга Деяния Святых Апостолов Буря Закончилась Как сказал апостол Павел Сотнику Никто из тех, Кто были на корабле Не погиб Таким образом 44 стих Предыдущей главы Говорит Все спаслись На землю А всех было 276 человек Большинство Этих людей Были узники Криминалс Люди, Которые имели Проблему с законом Охрана Которая их Сопровождала Ни один из них Не подстрадал От бури Корабль И все, Что было на корабле Пришлось выбросить Корабль Разбило в щепки Все спаслись И 28 стих 28 глава С первого стиха Говорит следующее Спасшись же Бывшие с Павлом Узнали, Что остров Называется Мелит Другими словами Туда, Где они оказались Они оказались На острове Мелит И на племеннике Оказали нам Немалое Человеколюбие Ибо По причине Бывшего Дождя И холода Разожгли огонь И приняли Всех нас Когда же Павел Набрал Множество Хвороста И клал на огонь Тогда Эхидна Выйдя От жара Повисла На руке Его И на племеннике Когда увидели Висящую на руке Его змею Говорили друг другу Верно Этот человек Убийца Когда его Спасшегося От моря Суд Божий Не оставляет Жить Но он Стряхнув Змею В огонь Не потерпел Никакого Вреда Они ожидали Было Что у него Будет воспаление Или Он внезапно Упадет Мертвым Но ожидая Долго И видя Что не случилось С ним Никакой беды Переменили мысли И говорили Что он Бог Около Того места Было Поместье Начальника Острова Имени Публия Он Принял Нас И три дня Дружелюбно Угощал Отец Публия Лежал Страдая Горячкою И болью В животе Павел Вошел К нему Помолился И возложив На него Руки Свои Исцелил Его После Сего События И прочие На островы Имевшие Болезни Приходили И были Исцеляемы И оказывали Нам Много Почести И при Отъезде Снабдили Нужным А сколько Это время Продолжалось 11 стих Следующий Говорит Через Три Месяца Мы Отплыли На Александрийском Корабле Называемым Диаскуры Зимовавшем На том Острове Приплыли В Сиракузы Там Прибыли Три дня И так далее И уже Добрались До Рима Оказывается На этом месте Они Пробыли Три Месяца Три Месяца Друзья Я не буду Напоминать О чем мы Говорили Прошлый раз И позапрошлый раз Но тема Буря Я сегодня Очень хотел Ее связать С воспоминанием Страдания Смерти Нашего Господа Иисуса Христа И так Буря Уже Прошла Все Спасены Кроме Имущества Кроме Корабля И Третий Стих Апостол Павел Продолжает Заботиться О людях Было Холодное Время Люди Помните Титаник Я не думал Что там были Ледники Но было Очень холодно Люди Выбравшись На берег Нуждались В том Чтобы согреться И на племеннике Развели огонь Двести Семьдесят Шесть Человек Нужно Было Согреть И что делает Апостол Павел Человек От которого В этой Буре Очень много Зависело Благодаря Ему Спасение Все остальные Имели Он берет И идет Собирать Хворост Друзья мои Еще один урок Который я хотел бы Чтобы мы Взяли для себя Только одна Буря на море Закончилась Апостола Павла Ждет следующее Правда? Вроде бы Он делает Доброе дело И когда он Хворост Кидает на огонь Что происходит? Змея Ядовитая Змея Вдруг Повисла у него На руке Иногда Происходят Такие вещи Которые мы Делая Доброе Дело И когда думаем Почему это происходит В моей жизни? Почему я должен Проходить Через те или иные Обстоятельства В моей жизни Когда у меня Самое Прекрасное Желание Сделать добро? Скажите Христос Проходил Через Страдание Боль Желая Делать добро Людям Всегда Не так ли? Даже Делая Самое Святое Дело Вроде бы Исцеляя Людей Поднимая Людей На ноги Которые Десятки Лет Находились В положении Инвалидов Коллег Люди Находили Причины Обвинить Его И искать Убить Его Друзья мои Если мы С вами Боимся Бури И думаем Что делая Добро Буря Нас Обойдет Потому что Мы Обманываем Сами Себя Удивительно Что ни Одного Из Пассажиров Не было Проблемой Средовитой Змеей Только Апостола Павла Хочу вам Сказать Одну Истину Чем Больше Вы Добра Будете Делать Тем Больше Будете Иметь Проблемы Со Змеями А Змеи Сегодня Хватает Но Вопрос В том Как Реагировать На Это Не Так Ли И Вот Увидели Иноплемен Заметьте Что Реакция На Это Была Не Со Стороны Людей Которые Уже Немножко Познакомились С Апостолом Павлом На Людей Которые Вообще Его Не Знали Они Не Знали Его Дело Они Не Знали За Что Он Сидит Они Не Знали Кто Он Такой И Когда Они Увидели Хидну На Его Руке Ядовитую Змею Они Сказали Он Точно Какой-то Матертый Убийца Почему Потому что Если Бог Даруя Ему Спасение От Кораблекрушения Не Оставляет Его В живых Сейчас Это Говорит Что Это Особый 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 Грешник Друзья Мои У меня Такой Вопрос Скажите Пожалуйста Какое Самое Жуткое Обвинение Предъявили Христу Что Он Богохульствует Называя Себя Богом Скажи Нам Это Ты Я Есть Что Нам Еще Нужно У Нас Все Есть Помните Когда Он Изгонял Бесов Он Говорит Он Изгоняет Силой Кого Верезиву Эти Люди Говорили Что Иисус Христос Не Сын Божий Они Говорили Что Он Сын Дьявола Я Думаю Насколько Для Нас Сегодня Очень Сложно Понять Через Что Христу Нужно Было Пройти Когда Люди Которые Получали Благословение И Благодать Божию Через Него И В Его Адрес Шло Шла Така Что Он Является Сыном Дьявола Что Он Делая Себя Равным Богом Богохульствует И Согласно Закона Иудеев Израильтян Того Времени Он Должен Был Предан Быть Смерти А как Регировал Христос На тех Змеи Он Продолжал Делать И Апостол Павел Взял Посмотрел На эту Эхидну Да И что Сделал Стряхнул Ее И когда Он Стряхнул Люди Стоят Сказано Долго Стояли И ожидали Чего Не ожидали Но Сейчас Произойдет Что-то Сейчас Должно Что-то Произойти Сейчас Он Упадет И Смерть Наступит Но Шло Долгое Время И он Не продолжал Стоять И ничего Не было И что Они Сказали Он Бог Вы Помните Человека Который Был Ответственный За Смерть Христа Римский Воин Сотник Я Думаю Это был Не первый Человек Которого Он Распинал Своей Командой Наверняка Не последний И что-то Было Очень Особое В Христе Чего Он Не Видел В Других Людях И Вы Помните Когда Он Распинал Его С Какой Жестокостью Вся Толпа Жаждала Его Крови Вы Знаете Даже Когда Самых Ужасных Матерых Преступников Ведут На Шафот И то Как-то Жалко Их Но С Такой Ненавистью Чтоб Люди Жаждали Крови Человека Который По сути Дела Ничего Достойного Смерти Не сделал Сотника Никогда Не видел И он Ждал И что Он Ждал Что То Должно Произойти И вдруг Началось Землетрясение Вдруг Явление Природы Началось Проходить Такое Что Он Никогда Такого Не Видел Тьма Настала Страх И ужас Напал На всех Что Сотник Сказал Который Был Последний Ответственный За то Чтобы Распятый На кресте Действительно Умер Когда Они Пронзили Ему Ребро Копьем И стекла Вода И кровь Они Решили Не перебивать Ему Голени Он Посмотрел На него Как он Умирал Что Он Сказал Он Был Сыном Божьим Он Был Бог Я думаю Не только Как змея Укусила И не укусила Апостола Павла И наплеменники Поняли Что Или поверили Что он Бог А вы знаете Еще в чем Какая его Была реакция На их Чардж Или на их Притязание Что он Матертый Убийца Он не оправдывался И Господь Все Поставил На свои Места Друзья Мои Для урок Который Я хотел Бы Чтобы Мы Сегодня Взяли Потому Что Через Бури Вам И мне Придется Проходить Еще и не раз Может Не Такие Бури Как Были У Нашего Христа Когда Он Шел На Голгофу Но Я бы Хотел Чтобы У нас Было Правильное Отношение Не Только К Христу Когда Нам Трудно Но И К Людям Которые Окружают Нас Да Мы Не Желаем Им Плохого Но Хорошо Было Чтобы Были Похожи На Христа Мнение Людей Сегодня Одно Завтра Будет Совсем Другое О Вашем Служении И Бог Проводит Нас Через Эти Обстоятельства Преследуя Очень Одну Важную Цель Две Вещи Этот Шторм Который Закончился Для Одних У апостола Павла Он снова Начался У этого Костра И он Научил Его Двум Вещам Быть Спокойным И Второе Сохранять Мир Вы знаете Как тяжело Сохранять Мир В душе Когда Вас Несправедливо В чем-то Обвиняют Как тяжело В жизни Порой Иметь Покой На Сердце Когда К вам Предъявляют Обвинения Которые Вы вообще Понятия Не имеете Откуда Люди Взяли Это Ну Хотя Вы спросили За что Он Сидит Для того Чтобы Ему Ярлык Убийцы Вешать Ведь Все На корабле Знали Кто Он Такой К этому Времени Наверняка Все Познакомились С ним Хорошо И Люди Могли Сосвидетельствовать О нем И Сказать Свое Слово Но Нет Как Сложно Нам Порой В жизни Когда Мы Проходим Через Бури Через Страдания Сохранять В душе Своей Покой И мир Зная Что Бог Контролирует Абсолютно Все В нашей Жизни И Заметьте Апостол Павел Ни одного Слова Вопреки Этим Людям Не сказал Ни одного Слова Оправдания Стоит Христос Перед Пилатом Перед Синедрионом Один Ложесвитель Приходит Другой Приходит Третий Приходит Он Сказал Что Храм Разрушит Другой Он Сказал Это Третий Сказал То Разных Разных Людей Приводили Пилат Говорит Ну Скажи Хоть Что Нибудь Писание Нам Говорит А он Что Делал Молчал Вы думаете Что Он Молчал Ему Нечего Было Сказать Страдая Что Делал Не Угрожал Но Предавался Судье Праведному Зная И Говоря Отцу Своему Что Отец На этот Час Я и Пришел Прославь Меня Я Я Прославлю Имя Твое Итак Когда мы Проходим С вами Через Трудное Обстоятельство Жизни Бог Хочет Научить Нас Что Значит Иметь Настоящий Мир Божий И Что Значит Иметь Настоящий Покой В нем Вы знаете Можно Говорить О Мире Божьем Тогда Когда Нас Благословляют Все Принимают С хлебом Солью Но Иметь Мир Божий Вися На Кресте И Смотря Своим Гонителям В глаза Это Совсем Другое И они Сказали Но Наверняка Бог Интересно Что Апостол Павел И на это Не отреагировал Никак И Седьмой Стих В том Месте Недалеко Находился Человек Было Поместье Начальника Этого Острова Звали Его Публий Принял Нас Три дня Дружелюбно Угощал Угощал Но У Публия Был Отец Который Был Болен И он Страдал Горячкой И что И что делает Апостол Павел Он Он идет В дом Этого Человека Удивительно Что Писание Нам не Говорит Ничего Поверил Ли Человек Христа Не Поверил Принял Или Не Принял Он Просто Сказал Этому Человеку Я Хочу Помолиться За Твоего Отца Сегодня Нам Говорят Люди Что Молиться Нужно Только За Верующих Людей Друзья Мои Если Господь Открывает Вам Двери За Любого Человека Вы Можете Совершать Молитву Верующий Он Или Неверующий Если Бог Дает Вам Благодать И Сила Духа Святого Действует И у Вас Есть На Сердце Совершайте Это Во Славу Божью То Что Делал Апостол Павел По Поводу Отца Этого Человека Начальника Этого Острова И Когда Этот Человек Выздоровел По Острову Разнеслась Молва Три Месяца Три Месяца Он Находился На Острове Куда Приходили Польные Люди Он Исцелял Он Благовествовал Он Говорил Ом О Христе Он Созидал На Острове Мелит Новую Церковь Для чего же Была буря На море В то время Для чего же Бог Посылает В нашу Жизнь Штормы Седьмой Девятый Стихи После Шторма Три Месяца Служения Три Месяца Покоя Три Месяца Исцеления Три Месяца Когда за Тобой Ухаживают Кормят Обеспечивают Встречают Три Месяца Когда Появляются Все новые И новые И новые Друзья Вы знаете Апостолу Павлу Так важно Было Эти три Месяца Иметь Перед тем Как он Пошел В Рим Где Закончил Свою Жизнь И Господь Через Этот Шторм Даровал Ему Этот Отдых А если Шторма Бы не Было Прямо В Рим Оказывается Господь Управляет Стихиями Природы Для того Что знает Нам Даже порой Когда нам Дать отдых Необходимый И каким Образом Через Эти Стихийные Бедствия Открыть Двери Для Благовестия Которые У нас В другом Плани Бы Или в Другое Время Не было Никаких Возможностей И научить Нас Миру И научить Нас Настоящему Покою В нем Я сейчас Хотел бы Очень короткое Сравнение Сделать Между апостолом Павлом И Христом Потому что Мы приближаемся К участию Вечерей Господней Если Вы Делайте запись На одной Стороне Напишите Павел На другой Стороне Христос И мы Увидим Около Десяти Сходных Вещей Которые Имели В жизни Апостола Место В жизни Апостола Павла И в жизни Иисуса Христа Когда они Оба проходили Через Шторм Первая Двадцать Седьмая Глава Десятый Стих Апостол Павел Вначале Еще когда Шторма Не было И когда они Только Отправлялись В путь Он Говорит Я вижу Что впереди Нас Ждут Опасности Христос Предсказывал О своих Опасностях Трудности Которые Его Ждут Христос Говорил Примерно То же Самое Что Сыну Человеческому Должно Пострадать Ему Он Должно Были Глухи Глухи Для того Чтобы Принять Это Верой Потому Что Озабочены Были Совсем Другим И как Апостол Павел Так И Христос Зная Что Они Идут В бурю Предсказывали О будущем Что Будет Трудно Пострадает Большая Проблема Будет Для корабля И для Груза И апостол Павел Говорил Что Будет Для вашей Жизни Тоже Будут Проблемы И Христос Говорил Для учеников Своих Поражу Пастыря И что И рассеются Овцы 20-22 стих 2 Апостол Павел Стал Во время Бури Мессенджер Оф Хоп 20-22 стих Говорит о том Что У них Иссякла Всякая Надежда К спасению А он Сказал Им Ободритесь Потому Что Ни одна Душа Из вас Не погибнет Во времена Своего Страдания Кем Стал Христос Тоже Проповедником Надежды Он Стал Мессенджер Оф Хоп Когда Мы с вами Проходим Через Бурю Как Важно Нам Не Говорит Ну Все Вот и Конец Пришел Мне Но Мы Мы Только Даже Не Представляем Что За Этим Стоит И он Апостол Павел Наверняка Говорил Помните Послание Римлянам Что Любящим Бога Все Содействует Ко Благу И Шторм И Христос То же Самое Говорит Он Говорил Ученикам Своим Если Я Не Пойду Если Я Не Оставлю Вас Если Я Не Пойду На Крест То Не Могу Дать Вам Спасение Если Я Не Буду Вознесен Я Не Смогу Вас К Себе Забрать Мне Нужно Ити Но Эта Буря Через Которую Мне Нужно Пройти В ней Есть Надежда Для Вас Как Прекрасно Когда Мы Проходим Через Бурю Или Видим Наших Близких И Друзей И Говорим Им Что Есть Надежда Через Какие Бури Вы Не Проходили 25 Стих Апостола Павла 24 25 Стихи Говорит Что Ободрись Не Бойся Павел И Когда Его Ангел Ободрил 25 Стих Он Говорит Мужи Ободритесь Не Бойтесь Я Верю Что Будет Так Как Мне Сказано Богом Третье Когда Мы Проходим Через Бурю Если Мы Хотим Быть Похожи На Христа И Апостола Павла Мы Становимся Мессенджерами Of Courage Ибо Дал Нам Бог Духа Небоязни А чего Силы Любви И Целомудрия Когда мы Проходим Через Страдания Как проходил Христос Ученикам Вдруг стало Очень страшно Помните И он Говорит Я сказал вам Что со мной Должно будет Все это Произойти И у вас Сердце Наполнилось Страхом И дальше Помните Да не Смущается Сердце Ваше Не бойтесь Я победил Мир Не бойтесь Не бойтесь Не бойтесь Триста Триста Пятьдесят Шесть Раз В Библии На каждый день Не бойтесь Не бойтесь Только веруйте В 34 стихе Апостол Павел Становится Месседжером Of faith And obedience And trust Of God Он говорит Что Ни у кого Из вас Не пропадет Волос С головы Вашей Примите Пищу Это послужит К сохранению Вашей жизни Ни у кого Из вас Волос С головы Не упадет Помните Что делает Христос В Гефсиманском Саду Когда у него Была Самая сильная Буря Пришли Люди Его арестовать Он говорит Вы меня Ищите Это я Отпустите Их Пусть они Идут И он Говорит Им Не бойтесь Что нужно Претерпеть Потому Что Это необходимо Мне пройти И через Это Явится Слава Господня Следующая 31-34 Стихи Говорит О том Что во время Буря Апостол Павел Начинает Заботиться Не о себе И о своих Нуждах А заботиться О других Если мы Мы хотим Быть похожи На Христа Вы помните Перед самими Страданиями Что делает Христос Берет Тазик С водой И что делает Умывает Им ноги Вы помните Сразу Несколько дней После воскресения Когда ученики Еще даже И не верили Что он Воскрес Что он делает Он накрывает Им стол На берегу Гелилейского моря И приглашает Их На завтрак И сказанное После того Когда они Позавтракали Вместе Уже никто Не спрашивал Его Кто он Потому что Знали Что он Воскресший Господь Христос Является Им сам И накрывает Им стол Во время Бури Друзья мои Чего мы Ищем Если мы Ищем Чтобы нам Послужили Мы можем Очень долго Ждать Начните Служить Другим Людям Через Это будете Иметь Благословение Следующий Момент Когда Во время Бури Когда еще Не было Решения Проблемы Вдруг Он взял Хлеб Апостол Павел И возблагодарил Бога И разломил Начал есть И раздал Всем остальным То же самое Что мы будем Делать сегодня То что Делал Христос Перед своими Страданиями Он говорит Это тело Мое За вас Ломимое И что он Делает С этим хлебом Он Сказан Он взяв Его Возблагодарил И потом Он преломил И говорит Это мое Тело То есть Я благодарю Не просто Что это хлеб У нас На столе Но что Тело мое Будет Ломимо Для того Для того Для того Чтобы Дать вам Дар Спасения И апостол Павел И Христос Во времена Бурьи И страданий Находили То что Важно И за что Нужно Благодарить Бога Хотелось бы Чтобы мы С вами Не искали Виновных Не искали Кого-то Обвинить В том Через что Мы проходим Но Взявший Хлеб Возблагодарить Бога И прославить Его за то Что Он нам Дал возможность Прославить Его через Страдания Следующий Момент То что И апостола Павла И у Христа Было Когда он Оказался На Острове Мелити Вдруг Он Узнал Человека Имени Публия Узнал Его отца И многих Многих Других Людей Через Страдания Через Бурю Бог Апостолу Павлу Дал New Friends Поверьте Через Бурю Бог Вам Покажет Какие Друзья Вас Окружают Он Покажет Вам Фальшивых И искренних Но Вы хотите Узнать Кто Есть Кто Нужно Пройти Через Бурю Но Не спешите Списывать Тех Друзей Со Своего Счета Которые Возможно Придали Вас Когда Вам Было Тяжело Иначе Мы Не Будем Похожи На Христа И на Апостола Павла Которые Сказали Он Убийца Не Спешите С Выводами Пока Атаковать Этих Людей Дайте Им Возможность Христос Предсказывая Что Петр И Другие Оставят Его В то же самое Время Помните Что случилось С Малком Раб Один Был У первосвященника Которому Отрезали Ухо Что Он Сделал Он Взял Это Ухо И Снова Приложил И Исцелил Проходя Через Бурю Своего Страдания Христос Приобретает Новых Друзей Каким Образом Совершая Служение Исцеление Вы знаете История Говорит Что Малк Стал Один Из самых Последователь Ярных Последователей Иисуса Христа И это Тот Человек Стал Который Потом Свою Жизнь Отдал За Него Я глубоко Уверю Апостол Павел Уехал С острова Мелита Но и Отец Публия И сам Публия И все Остальные Люди И многие Из этих Наплеменников Стали Детьми Божьими Потому Что Проходя Через Бурю Он Приобрел Новых Друзей Не только Для себя Но и Для Господа В Семью Божью То же Самое Что Сделал Христос И с Сотником И с Малком И с Другими И Последнее И мы Вместе Помолимся И Последнее Христос Проходя Через Страдания Он Говорил Господи Я Хочу Прославить Тебя Что Делает Апостол Павел Он Говорит Я Жизнью Или Смертью Проходя Через Бури Или Через Прекрасные Нищете Или В Богатстве В Сытости Или В Бедноте Я Научился Всему И Научился Во всем Быть Довольным Он Говорит Я умею Жить Другими словами Я умею Прославлять Бога При любых Обстоятельствах Друзья Мои Бог Хочет Нас Научить Прославлять Его При любых Обстоятельствах Когда мы Проходим Через Бурю Пришел Час Сказал Христос Отче Прославь Сына Твоего Какой Час Пришел Час Смерти Час Голгофа Час Страданий И дальше Да и Сын Твой Прославит Тебя Но не иначе Как этими Ранами Мог я подобным Распятому Быть Но не иначе Как этими Бурями Этими Страданиями Мы можем Быть Более И более Похожими На Христа Но если Мы сами Выберем Это для себя Если Приходя Через Бурю Мы Не ожесточимся Если Как эти Двое Которые Уходили Из Иерусалима Скажем Я Я Я иду Я иду Назад И проходя Через Это Мы становимся Похожими На Него Пусть 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 Господь Благословит Нашу Жизнь Сегодня Может Вы Не проходите Через Страдания Через Бурю Сегодня Может Ваши Буря Уже Позади Но Вас Ждут Новые Только Мы Не знаем Когда У апостола Павла Было Всего Три Месяца Не Так Ли Апостол Павел И Ученики Христа Все Апостолы У них Было Время Когда Бог Им Давал Это Время Перерыва Между Бурями И Потом Снова Приходили Новые Обстоятельства И Приходили Новые Трудности Помните Христос Сказал Ученикам Своему Ходя На Небо Оставайтесь В Иерусалиме На Сколько Дней Всего Лишь Десять Дней Оставайтесь И Ждите Обещанного Как только Пришел Дух Святой Что Начались Новые Бури Помните Аресты Опять Страдания Опять Борьба Опять Трудности Друзья Мои Бог Нам Будет Послать Как и Апостолу Павла Эти времена Передышки Если вам Сейчас Хорошо И вы Видите Результат Своего Труда Вы Прикасаетесь К людям Бог Исцеляет Через вас Людей Благословляет Жизнь Таких Как Публи Их Отец И многие Другие И вы И вы Получаете Пользуйтесь Гостеприимством Людей Вам Открывают Дома Пускают Принимают Гостеприимство Оказывают Радуйтесь Благодарите Бога Но завтра Так не будет Завтра Дорога Вас В Рим Может Повести Опять Снова И неизвестно Чем там Закончится Все Используйте Это благословение Которое Бог Дает Сегодня Но если Вам Сегодня Трудно Если Вам Сегодня Тяжело Когда Вы Придете К этому Столу Научитесь У Христа Проходить Через Бурю Ища Славы Божьей Пусть Господь Нам Всем В этом Поможет Нам Всем Нужна Его Милость И Особое Благословение И Благодать От Него Давайте Склоним Свою Голову И Помолимся